Итак, всем привет, с вами Допгай, мы продолжаем играть за нашу прекрасную Китайскую Народную Республику, а вы за просмотр этого видео уже получаете себе социальный рейтинг, и в принципе, наверное, уже можете получить кошка-жену, обратитесь в соответствующее учреждение, если вы, конечно же, понимаете, о чем я. Но нам остается всего лишь Синьцзянь, наверное, съесть, поесть вот эти вот территории, сделать какие-то стабильные границы, да, как бы повыбивать захватчиков из нашей сферы вот это вот влияние, из Китая самое главное, и на этом я бы сказал, что наш китайский дракон может в своем гнезде и остаться, так сказать, свое логово укреплять, и нам не нужно будет, я думаю, куда-то высаживаться, еще куда-то лезть, все-таки это не сильно вяжется как-то с нашим Китаем, я думаю, но все-таки хочется интегрировать те территории, сделать эти вот политические фокусы, ими мы, наверное, сейчас и будем заниматься плюс-минус, после чего мы будем просто заниматься внутренней сферой, потому что наш Китай еще надо будет останавливаться после кучи этих гражданских войн, поехали. Итак, войска на границе у нас, авиация на границе, можем, блин, мы-то немножко пучались, но ладно, можем наступать, Синдзянская Глика возвращается в родную гавань, рабочие будут освобождены. А еще я решил отправить Ленд-Лиз в Британию, потому что они тоже помогали, поехали туда, там у них есть хотя бы конвой, так что он доедет, к сожалению, в Италию мы Ленд-Лиз отправить не сможем, а в, как бы, нашу прекрасную Францию тоже, у нас конвои почему-то, а ну вроде как мы их что-то поотправляли, непонятно, может доедет, может не доедет, тут уже более случаев. Итак, решаем, где будет столица наша, ну я думаю, Пекин, давайте-ка сделаем по классике, и потихоньку продолжаем интегрировать, я думаю, какие-то территории. Кстати, вы видите этого мальчика? О да, Геринге-то это расширяется, я ей доволен, конечно. Герман Геринг, ну конечно, молодец, и поэтому, ну, молодец в рамках, конечно же, этой игры, в истории он абсолютно ужасная личность, и он тащит свою струну вверх. Так, у нас тут конференция происходит по поводу власти, давайте-ка, да, выпьем за нашего Дая, и у нас туда идет вопрос из того, что произойдет с властью, но, наверное, это будет потихоньку ивентами, что ли, раз у нас нельзя пока что ничего выбрать дальше. Второй день, опять-таки все на английском, поэтому не уверен, что вам интересно это будет читать и все это переводить, мне тоже не сильно интересно. Ну-ка, и у парня есть еще одна роль, у другого, это как раз-таки, наверное, правый, да, парень? Не очень уверенно, но да, так и есть, вот он, вот он, генералиссимус, но это, мы-то знаем, что мы уже пойдем налево, и начинаются первые аресты наших оппонентов политических, высокоранговых. Ну да, да, потихонечку-потихонечку мы сейчас нашу хватку на Китае сожмем, и теперь мы, смотрите-ка, мы, вы понимаете, в наших тюрьмах ничего не происходит, все медиа должны ничего не говорить. Невероятные новости, 2, это 1 марта в 2.00 ничего не произошло. Блин, какое ужасное как бы развитие событий, но 7 марта в 2.00 тоже ничего не произошло. И вот начинается у них конфронтация вот этих двух парней. Да, но мы, да, мы, а нам нужно вот это фокус сделать, я понял, 100 дней. Сейчас тогда будем делать. Смотрите-ка, здесь заговор, атака на столицу, и начинается битва за столицу, я так понимаю, сейчас и в винтиках мы все и будем решать. Вот мы решаем, кто победит, Дай либо Чанкс. И да, Дай удерживает столицу. И дальше осада на гражданской станции, так понимаю, центральной. Мы все так же побеждаем. И смотрите-ка, битва идет за здание Церковного комитета. Лояльные войска опять побеждают, но, конечно же, они же лояльные, а значит, прекрасно всегда и профессиональные. Так она, карнизон. Нет, мы побеждаем. Карнизон наш тоже очень прекрасен, очень лоялен. Осада. Еще штаб-квартира какой-то там. Нет, ну мы побеждаем. Тут это без вариантов. И осаждает, оседает пыль, точнее. И все. Этот парень был арестован. И у нас в беспорядке после этого заговора. Ну, не сильно смертельная. Сейчас будем разбираться с беспорядками. Будет ничего не происходить. И Дай консолидирует свою силу. Смотрите-ка, идея меняется в бежал с направлением дайли на просто дайли рул. Окей, парень, который хотел быть фельдмаршалом. И мы теперь занимаем активную роль в государстве как фельдмаршал. Откроем нам фельдмаршалом его дадут, да? Этого парня дай. Вот он, да. Ну, вряд ли он станет фельдмаршалом реальным. Ну, ничего, давайте разоберемся с внутренними повстанцами. А вот, наконец-таки, мы разобрались с внешними повстанцами. Синьцзянские рабочие снова в нашей стране, под нашим крылом. В Синьцзяне, как обычно, ничего не происходит в это время года. Так что мы можем возвращать наши войска уже обратно на восток. Итак, внутренними проблемами мы начинаем заниматься. И смотрите-ка, с высокого до среднего беспорядки падают в уровне. Идем дальше. И в Америке, тем временем, перемирие в Миссисипи. Смотрите-ка, океанскими штатами и Соединенными Штатами Америки. Слушайте, ну, океанские штаты, я думаю, все-таки выйдут победителем. Хотя для вот этих вот американцев это тоже очень выгодное перемирие. Потому что, по факту, они смогут немножко реорганизовать свои силы, подпроизводить еще что-то побольше. В принципе, нормально. Но здесь, как и всегда, баф побольше. Я думаю, они все-таки выиграют. Ну и промышленность у них тоже полтора или два раза больше. Итак, мы дали нашему даю побольше власти, потому что, очевидно, хорошим правителям нужна хорошая власть. И нужно нам теперь сделать плагеря переобучения. Ну, я бы сказал, санаторий. Даже там, конечно же, очень хорошие условия содержания будут. Поэтому, ну, вполне себе это может быть санаториями. Итак, лагеры открыты. Наши враги там пропадут. Ну, конечно же, враги пропадут, а выйдут именно друзья. Мы же их там переобучаем. Все логично абсолютно. Итак, компания 100 цветов. Поехали. Ой, смотрите, французская коммуния все-таки что-то доходит. Видите? Все поставленная техника. Есть она там. Если наши друзья получают кэшбэки по тому, что они нам отправляли. Ну и как бы не скромные, не скромные. Мы намного больше закидываем. Так что с процентиками. Итак, компания 100 цветов. Стабильность. Через три месяца будет, собственно говоря, нам отчет о прогрессе. Отлично. Конечно же, он будет прекрасным отчетом, верно? По-другому быть и не может. И давайте-ка какой-то юань кинем. Я не понимаю, это, я так понимаю, валюта или что? Хорошо, вопрос. Нет, это какой-то парламент. Окей. Да, в парламент нам не нужен, но у нас есть, да, и верно. И вот нас требует национальная ассамблея. Отлично. Ассамблея, это, конечно, круто. Всегда нужно, чтобы закончилось вот это вот, собственно говоря, движение 100 цветов. Окей, а пока что мы можем вот сюда пойти. Но я бы хотел отдать должное... А, мы можем прям присоединиться в интернационал. Ммм. Ммм, надо подумать насчет этого, кстати. Ну, а давайте отдадим должное с синдикалистом, так или иначе, верно? Там посмотрим, будем ли мы уже вступать в сам интернационал и тем более в войну. Тем временем порядок был установлен в Корее. Теперь это просто марионетка, а не интегрированная марионетка. И они тут неплохие баф все накинули. Вот этот баф, кстати говоря, вообще очень сильный. Приятно, приятно. Пускай развиваются. Итак, смотрите-ка. Есть финальный, так сказать, отчет об этой компании. И 1 162 589 жителей отправили нам письма с критикой или с предложениями улучшения. Ага, они точно поймут, что они были очень неправы. Да. Так, мы потеряем 1 162 589 ммм. Очевидно, это не вот эти же цифры, да? Как бы эти граждане все поедут в санаторий отдыхать. Ведь они пытались помочь государству, но они просто неправы. Надо им объяснить. Да, пускай долго живет наш лидер Дай. Деньги стабильности. Отлично. Отличная компания, я думаю, точно успешная. Давайте-ка вот сюда теперь в агентство с страной. Развитационное агентство, так сказать. Да. Мы вступили в третий интернационал, и правда, нас призывают в войну. Вот в войну я бы, наверное, вступать все-таки не считал разумным бы. А вот поставлять им неограниченные ресурсы вполне себе. И начинаем мы наш новый невероятный ренд-лиз. Мы отправляем им какое-то количество поездов. Так, чисто на всякий случай, потому что их, походу, не хватает. Да. Отправляем им кучу снаряжения, что у нас тут есть в запасах. Не все. Хотя можно и побольше, в принципе. Почему нет? Сейчас еще, может, что-то накидаю. Ну, вот именно в большие пачки, чтобы какие-то мелкие не перебирать. Далее. И самое главное, мы теперь начинаем трогать 60% нашей пехотки и 90% другого производимого снаряжения. Более того, более того, я думаю, мы им отправим еще, я думаю, 1200 истребителей наших тяжелых. И я бы сказал, где-то давайте 800 наших фактических бомбардеров, все из которых просто, ну, невероятно шикарные. И можно разочек им отправить 600 конвоев, чтобы это все побыстрее доехало. Да. Думаю, звучит разумно. Я считаю, кэшбэк очень хороший. Я считаю, очень справедливо мы им всего надаем. Танков у нас, к сожалению, особо нету, но можем отдать им что-то вот такое, чтобы мы и позахватывали. Ну, из-за того, что еще хотя бы немножко есть, а не в маленьких количествах. Допустим, тысяча четыреста танков может кто-то и как-то и помогут. Ну, на этом, наверное, что? Плюс-минус все? У вратцузов мэн-повара еще много, тут только ограниченный призыв, так что да. Так что, я думаю, все это наше снаряжение неплохо им поможет. Итак, сделали мы наш прекрасный фокус, и теперь новая интерпретация трех принципов. Поехали. И все, есть три принципа мы изменили, и у нас больше нету повстанцев. Отлично. Все они поняли, что были неправы. И после отдыха в санаториях теперь работают на благо нашей страны. И вот оно. Будущее принадлежит только тем, у кого есть, точнее нет, тем, кто жестоко сражался за него, долгих лет жизни нашему председателю. И вот оно, 100%. Видите, все 100% населения поддерживают нашу тоталистскую идеологию, нашего дая, нашего председателя. Теперь стоит вопрос, стоит ли нам вмешиваться вот в эту войну и во все это лезть. С одной стороны, да, у нас как бы есть эти вот фокусы, и как бы типа, кстати говоря, забавно, а, ну пропустить можно вот эту миссию. Как бы технически у нас есть как будто, вот, ну вот это какие-то претензии, но это военно-сантанты с рейс-пактом, это то же самое. И я не думаю, у нас, наша страна, она, видите, как раз таки агентство. Где этот фокус, хороший вопрос. Тем не менее, агентство, оно разведывается со страной, поэтому я бы сравнивал ее с каким-нибудь, точнее, с какой-нибудь деревней Дождя из Наруто, если вы понимаете о чем я. Никто не знает, что у нас происходит, но мы на самом деле очень сильные. И мы можем теперь начать тайно поддерживать просто всю вот эту вот бригаду интернационала, все ее страны. Потому что именно таким вот образом, не находясь в войне напрямую, можно все это снаряжение передавать. У нас промышленность растет, развивается, внутри у нас уже порядок, но никто об этом не знает. Все все еще думают, что в Китае гражданская война и нету четкого лидера. Пускай так и остается. Мы будем скрытым гегемоном этого мира. Будем править из тени с нашим даем и давать интернационалу оружия, чтобы они продолжали свою борьбу. Чтобы эта война продолжалась. И, не знаю, в Америке, в Америке она тоже продолжается, но там уже нам не интересно. В том числе и вот здесь вот тоже продолжается война, так что мы, я думаю, очень интересное место в этом мире займем. Место так называемого поставщика оружия всем воюющим сторонам. Желательно, конечно же, интернациональным. Ведь страны пытались к нам сюда проникнуть, к нам сюда что-то поэкспортировать, у нас здесь какие-то беспорядки навести. Но нет, теперь им придется терпеть их же еду, их же вот эти вот беспорядки и бесконечные войны. Потому что это мы теперь считаем гражданской войной в Европе, как здесь была гражданская война в Китае. И нам не хочется морать руки, залазя туда. Лишь поддерживая периодически какие-то стороны и извлекая из этого нашу прибыль для наших рабочих. Меня больше устраивает, я думаю, такая концовка. Поэтому не будем мы, наверное, влазить вот в это вот все эти войны, добивать какие-то Канады, Британии, Германии. Это все не совсем к нам подходит. Так что, ребята, с вами был Дабгей, вы получаете свою кошка, жена и миска Рис. Особенно если вы подписались, если вы не подписались, то отменяются соц. рейтинг весь, ребята, вы это не забудьте. Ставьте лайки, комментарии, твич, дискорд не забывайте и до скорых встреч, пока!